Выйдите! Точнее, выйди! Никакого уважения к тебе нету, выйди! Вот, наконец-то, видите, как совсем по-другому. К вам никакого уважения я не испытываю. У вас вообще нормально с головой, да? А у вас, уважаемый? Вы меня не накажете. Дайте так, давайте скажем так. Скажите. Общественным полицам. Ну, родители. Уфин приехал сотрудник полиции для принятия заявления. Где? Сейчас пишем. Так, всем привет. Огромный привет, такой пламенный-плавенный. Я находился дома, мне позвонил участник нашего группы ВКонтакте. И сообщил, что здесь его хотят оформить. Самое главное, да, вот инспектор, с которым у нас произошел конфликт, не конфликт, но, в общем, произошло общение. Надеюсь, инспектор, вы примете во внимание все те ошибки, которые вы совершили, и больше их не будете совершать. Огромная просьба. Все-таки вести себя достойно. Если гражданин обращается, то будьте добры выйти из автомобиля, подойти и выслушать гражданина. Потому что, ну, как-то, ну, некрасиво. Если где-то я повел себя, может быть, не так, с вашей точки зрения. Ну, может быть, я где-то достаточно агрессивно себя повел, но ничего не нарушив при этом. Все, всем приятного просмотра. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. И огромная просьба к этому видео, я все уточняю, уточняю, добавляю, добавляю, скоро начнется, не волнуйтесь. Не надо оскорблять сотрудников полиции. Ну, понимаете, ну, не все они такие плохие. И давайте будем давать шанс сотрудникам полиции справляться. Если мы будем так агрессивно себя вести, постоянно хамить, дерзить, ничего хорошего не будет ни нам, ни им. Давайте все-таки как-то друг другу в этом помогать. Хотя у инспектора, у данного, был шанс все исправить. Он мог просто признать и сказать, да, был неправ, каюсь. И я бы ему пожал бы руку, и в моем лице реально он заслуживал бы уважения. Потому что свою признать ошибку, когда ты находишься при исполнении, это сложно, тяжело, но нужно. И я прошу на это обратить внимание. Если сотрудник полиции реально приносит извинения, и он искренне их приносит, то все-таки нужно дать ему шанс на исправление. Но даже с учетом того, что здесь он этих извинений не принесет, не принес, я думаю, не стал бы приносить. Потому что он до сих пор убежден в своей правоте. Все равно я даю ему шанс. И хотелось бы верить, что он будет в следующий раз себя вести немного по-другому. Все-таки должен помнить, что службу он несет, а не работает. Что он присягу давал. Что он служит народу. Это он должен понимать. Что для него права и свободы гражданина, это самая главная, основная цель. Конституция для него, это самый главный закон. Всем приятного просмотра. До новых встреч. Счастливо. Здравствуйте. А можно попросить инспектора, чтобы вышел? Очень грамотный инспектор, знающий. Можно вас выйдеть из машины? Не-не-не, нельзя, нельзя. Выйдите из машины? Да вы выйдете из машины. Что вы спрятались? Я не спрятался. Так выйдете, вы спрятались. Вы выйдете. К вам гражданин обращается. Что это за неуважение такое? Я говорю, выйдите. Точнее, выйди. Никакого уважения к тебе нет. Выйди. Вот, наконец-то. Видите, как совсем по-другому. Вы меня хотите оскорбить? К вам никакого уважения я не испытываю. Это первое. Я ее заметил. Вы светите мне в глаза. Я вам не свечу в глаза. Вы светите мне в глаза. Я свечу для того, чтобы хорошо вас было видно. Вы светите мне в глаза, когда я сидел в там. Давайте подсуществую. Вы самый грамотный, знающий инспектор. Я не говорил, что я самый грамотный и знающий инспектор. Значит, у вас вообще нормально с головой, да? А у вас, уважаемый... Нормально с головой, скажите? А у вас, уважаемый, нормально с головой? Нет, я вам задал вопрос. Я вам также вопросом вопрос отвечаю. Это нормальный, здравый вопрос, адекватный вопрос. И я вам нормально задаю здравый вопрос. А вы нормальный? Понятно, вопросы на вопрос. Давайте мы так. Почему не составили материал на гражданина? Потому что я просто попросил человека убрать автомобиль. Нет, вы сказали, что он нарушает. Я ему сказал, у братьевки, не надо мне светить глаза, пожалуйста. Вот так, посмотри, вот так, поснимай, чтобы было хорошо. Не надо мне светить. Давайте начнем с того, что кто вы уважаемый. Я представлю, Серов Владимирович. Покажите, пожалуйста, свои документы, чтобы я мог с вами общаться. При обращении мне достаточно назвать фамилиями отчества. Это первое. Уважаемый, уважаемый, при обращении вы обратились ко мне, как гражданин, правильно? Вы обязаны мне представить и сказать документы, что в речи лично. Откройте законы полиции с собой у вас. Закройте, откройте вы его сами. Откройте. Я знаю свои правила. Хотя пункт 5. При обращении гражданина, вы обязаны мне представиться. Я представлю, если вы мне представите. Я уже обратился. Вы мне документы. Серов Владимирович, там говорится о том, что я должен представиться. Документы не должны показать. Покажите, ознакомьте меня. Я не знаю, что вы и что вы. Это только с ваших слов. Это только с ваших слов. Это сейчас у вас демагогия бестолковая. Вы на какую-то законы не славитесь. И у вас так же. Значит, давайте выписывайте материал. Я не буду идти у вас на поводу. Чтобы мы могли в суд вас наказать. Я не буду идти у вас на поводу. Блин, я так надел, что он выпишет этот материал. Я не буду идти у вас на поводу. Мы вас накажем. Да наказывайте ради бога. А вы считаете, что вы карательный орган? Мы контролирующий орган. Вы имеете право наказывать? Конечно, мы вы наказываем. Или все-таки меня, руководство мое может наказать? Вы сейчас можете передать привет самому жилью. Или руководство может меня наказать? Ваше руководство накажет. Ну, не вы же. А мы накажем, как граждане, общественное понепрание. Вы сами же, что вы меня накажете. Правильно. Вы меня не накажете. Знаете, как? Хотите сказать, как? Скажите. Общественное понятное. Ну, ради бога. Если я в интернете, извините, я не даю согласия на показы моей личности в интернете. Это будет опубликовано на нашем канале. Ну, инфекторы ДПС, пожалуйста, я пока на вас лично. Вот и посмотрим. Если вы меня встали, я обязательно встали. Я рад, давай. Значит, что вы меняли? Почему должны мы, граждане, уехать отсюда? Потому что это зона перекрестка. Чтобы вы не светили глаза. Либо вы уберете вас, что он нарушит. Давайте вам перезвоним. Я не буду отвечать на вашу вопрос. Почему вы требовали? Я не буду отвечать на вашу вопрос. Почему вы требовали? Я отказываюсь, пожалуйста, отвечать на вашу вопрос. Вы, значит, председатель будет отвечать перед ним. Я рад, если вы отвечаете, я перед вами лично не буду. Потому что вы повышаете на меня голос. И вы говорите, что вы относитесь ко мне неважительно. С вами по-другому общаться никак нельзя. А с вами? Аудиозапись разговора, как вы общались с гражданином, у меня есть. Да, ради бога, послушайте вы сначала ее внимательно. Аудиозапись вашего разговора. С гражданин вот так был припаркован, как сейчас припарковано? А почему вы не просите гражданина? Потому что я общаюсь на данный момент с вами. Почему вы не просите гражданина? И почему меня не просите? Потому что вам не объяснишь, уважаемые, что я нарушаю здесь. Вы подошли, начали кричать, начали кричать на меня. Светите мне в глаза. Вот тут что? Кто нарушает? Что кто здесь нарушает? Если я выключу лампу, вы ответите на мои вопросы. Вы уберите, пожалуйста, лампу. Мне это не очень приятно для моих глаз. Значит, будем доставлять вам неприятности. Будем неприятности доставлять. По-другому заданию так. Доставлять не надо. Ваше выделение отчества какая-то? Я представился молодому человеку, а вы мне не показали свой документ. Все, значит, по этому поводу тоже будет составлено жалоба. Показать вам удостоверение. Я вам покажу его, ради бога. Вот нифига себе. Только камеру уберите. Я не буду удостоверение показывать на камеру. Молодой человек. Так. Руки, пожалуйста, от удостоверения. Житко-ножкин, Александр Викторович, инспектор ДПС, лейтенант полиции до 15 мая 2018 года. Отлично. Мы с вами еще ни разу не встречались. Встречались. Встречались, да? Да, вы забываете просто. Я вас не помню. Очень часто забываете. И здесь встречались, и у работницы встречались. Да? Ну вы так все там, значит, не вели. Я себя и нормально вел всегда. Абсолютно адекватно был. Но сейчас как-то вы неадекватно. И сейчас подошел к человеку, просто сделал замечание, попросил убрать автомобиль. Вы взяли документ, создавали материал. Я их не брал изначально, а просто сделал ему замечание. Ладно, все понятно. А потом попросил его подойти и посмотреть правила данного движения. А вы считаете, что... Ну, чтобы сохранилась эта запись. Понятно. Ладно, что вы светите, пожалуйста, в лицо. Это очень плохо влияет на мои глаза. Вы сейчас... Я в вашем лице не свечу. Вы светите. Ваша лампа светит мне в лицо. Нет, не свечу. И вы мое зрение сажаете. Морчились бы. Я и морчусь, потому что мне светят глаза лампа ваша. Вы занимаетесь, вы служите. Вы камеру, пожалуйста, включите. Уберите, пожалуйста, свет. Вы служите. Вы сейчас не тем занимаетесь. Мы ждем ответственно. Вы служите. Вы ждете ответственность? Ну ждите тогда. Не светите, пожалуйста, в лицо. Вы сейчас отвернетесь, будете заниматься своими служебно-обязанцами. И никто вас светить не будет. Мы прекратили с вами дискуссию? Я говорю, служите дальше. Я бы прекратил с вами дискуссию. Мы ждем ответственности. Не будете светить глаза. Я говорю, вы отвернетесь, будете вести службу. Вот и все будет хорошо. Вот как у нас гражданин припаркован. Вот я припаркован, а вот посторонний приехал. Никому замечаний больше не делается. Очень странно. Мне кажется, никому... Сначала, как бы все происходило, подъехал, припарковался на данном месте, остановился кофе попить. Подошел инспектор ДПС и, не представившись, попросил перехнать машину. А основание-то он назвал какое? Основание того, что здесь останавливаться нельзя. Здесь перекресток. Здесь перекресток, да? У нас запрещающих знаков. Здесь 327. Здесь никакой перекрестком не является. Дальнейшие действия какие были? Дальнейшие требуют документы. Я ему отдал. Он сказал, сейчас составлю административный протокол. И взял документы в руки? Пошел в машину, правильно я понимаю? Да, пошел в машину и все. И никаких дальнейших действий не было. Потом он пришел уже с документом, вернул их тебе? Пришел. Другой инспектор его направил. А другой инспектор пришел, принес документы, отдал. Что при этом он сказал что-нибудь? Он сказал, если вам нравится здесь останавливаться, стойки. Он сказал, что дорога мокрая. Может какой-то ДТП, либо кого-то нести. А, понятно. Он, в общем, так это предсказал. Ну, другой инспектор, так назовем это, включил голову. Да, и он представился сразу. Он представился, подошелся, молодец. Ага. Еще какие-то были воздействия на тебя? Морального характера. Никаких воздействий не было. Больше никаких воздействий не было. У тебя есть запись какая-то на регистраторе? С какого момента запись шла? Практически с самого начала. С самого начала. Да. Вот эту запись обязательно заблокируй, чтобы она не удалилась. Мы обязательно сделаем полноценный нормальный ролик. Составим здесь на месте заявление на данного сотрудника. И приложим видеоматериал к данной жалобе. Хорошо. К нам приехал сотрудник полиции для принятия заявления. Где? Сейчас пишем. Сейчас приезжал участковый по данному району. То есть ему дал объяснение и написал в этом случае заявление по данному инциденту с инспекторами ГИБДД. Сотрудник полиции ГИБДД. Сотрудник полиции ГИБДД. Передаю привет. Приветствуем. Случайно у меня снимаем. И тебя снимаем. Скажи пожалуйста, а кто к полицейскому из вас подходил? Я. Ты? Ты просил, чтобы гражданина убрали. Твоё мнение очень важно для нас. Не будь равнодушным. Комментируй. Ставь лайк. Подписывайся на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok